Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 30 июля. Память святых апостолов из 70-ти, Филы, Силуана, Крискента и других с ними. Святой апостол Силы, которого старшие апостолы избрали на служение делу проповедания Слова Божия, нес большие труды во благовестии учения Христова, сначала вместе со святым верховным апостолом Павлом, а потом и один без него. Когда у Иерусалимского собора было составлено к антиохийской церкви послание о том, чтобы не обрезывать язычников, принимающих святую веру Христову, Святой Силы был послан сюда вместе с другими заслуженными мужами, как об этом пишет святой Лука в деяниях апостольских. Тогда апостолы, пресвитеры со всей церковью рассудили, избравшие из среды себя мужей, послать их в антиохию с Павлом и Варнавой, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями. Пришедшие в антиохию, они собрали народ и отдали послание. Прочитавшие его, все очень обрадовались полученному наставлению. Иуда же и Сила, обладая даром пророчества, усердно наставляли верующих, утешая и утверждая их в вере. Сила пожелал остаться в антиохии, а Иуда возвратился в Иерусалим. После этого апостол Павел возымел намерение для проповеди пойти в другие страны, и спутники себе избрал святого силу. Порученные братья и благодати Божия, они отправились и побывали в Сирии и Килики, утверждая здесь церкви. Проходя через дерево Елистру, они встретили там Тимофея и вместе с ним пошли в Македонию. Когда они были в Филиппах, то изгнали пытливого духа из одной служанки, которая через провицание доставляла большой доход своим господам. Когда последние увидали, что пропала надежда дохода их, то схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам, обвиняя их в том, что они возмущают жителей города. Собралось много народа, а начальники, сорвавшие одежды с Павла и Силы, повелели бить их палками. После многих ударов они заключили святых апостолов в темницу, заковав ноги в колодки. В полность, когда Павел и Сила, воспевая молились Богу, вдруг произошло такое великое землетрясение, что темница заколебалась, двери сами собой открылись и оковы ослабели. Темничный сторож пробудился и, увидевши, что двери темницы открыты, выхватил нож и хотел себя убить, думая, что узники убежали. Но апостол Павел, отозвавшись к нему, удержал его от самоубийства. Стрепетом сторож припал к Павлу и Силе, а затем вывел их из темницы и привел в свой дом, где омыл их раны и крестился сам и все домашние его. Отсюда святые апостолы Павел и Сила пошли в Амфиполь, Аполлонию и Солунь. Многие из греков и немало благородных женщин присоединились к ним. Евреи же из зависти и непокорства, пригласившие некоторых негодных людей, возмутили против апостолов народ и стремились погубить их. Братья ночью отослали Павла и Силу в Берию, но и здесь пришедшие из Солуни евреи возбудили народ против проповедников Слова Божия. Поэтому Павел ушел в приморские страны, а Сила и Тимофей остались здесь. Ушедшие через несколько дней они нашли святого Павла в Каринфе. Здесь святой Сила стал епископом. Потрудившись довольно времени в проповедовании Слова Божия и совершившись в течение жизни некоторые знамения и чудеса, он отошел к Господу. Святой апостол Силуан трудился в проповедовании Слова Божия вместе с верховными апостолами Петром и Павлом. Они оба в своих писаниях упоминают о нем. Святой Петр в первом своем соборном послании пишет так «Сие кратко написал я вам через Силуана верного, как думаю, вашего брата». Святой апостол Павел во втором послании к Каринфинам тоже говорит «Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном». Отсюда ясно, что святой Силуан с каждым из верховных апостолов трудился в проповедовании учения Христова, будучи участником в их трудах и болезнях. В Солуне же он был епископом и, подъявши много скорбей ради веры, отошел здесь ко Христу, венчающему все подвиги. О святом апостоле Крискенте вспоминает святой апостол Павел во втором послании к Тимофею, говоря «Крискент же в Галатию, то есть был постом на проповедь, в Галатии же он был епископом, затем проповедовал о Христе в Галлии и в городе Диене, поставил епископом своего ученика Захарию, возвратился снова в Галатию и здесь мученически скончался в царствовании Трояна». О святом апостоле Крискенте также вспоминает апостол Павел в послании к римлянам «Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который из начата Кахаи для Христа. Эпинет был епископом в Карфагене». В том же послании к римлянам апостол Павел вспоминает и апостола Андроника «Приветствуйте Андроника и Юнию, стройников моих и узников, со мною прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...